Дорогие братья и сестры, я приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. У нас новый переводчик. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, с терпением. Прежде всего, ко мне. А потом уже. Итак, сегодня хотелось бы, конечно, поговорить о нас. О детях Божьих, о людях. Но особенно об одном аспекте нашей жизни. Вы все знаете, что Бог нас создал. И Он создал нас с такой мудростью, что дал нам все. Чтобы нам прожить жизнь. Чтобы прожить жизнь именно так, как Он определил для нас. Он нам дал две ноги, чтобы мы могли передвигаться. Он нам дал две руки, чтобы мы могли что-то творить. Он нам дал глаза, чтобы видеть. Ужи, чтобы слышать. И также дал нам язык. Но вот именно про этот орган я хотел бы поговорить с вами сегодня. Потому что этот орган тела, который вложил в нас Господь, Он оказался настолько необыкновенным, настолько многообразным, что мы не всегда понимаем, не всегда сознаем, что мы творим через наш язык. Мы видим с самого начала создания, какую власть Бог вложил, именно дал человеку, именно дал в его язык. Он вложил власть, которую человек проявляет тут же, можно сказать, в первый день своего создания. Он вложил власть, которую человек, используя силу своего слова, дает каждому животному определение. Бытие, 2 глава, 19-20. Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых и всех птиц небесных. И привел их к человеку, чтобы видеть, как он, то есть человек, зовет их. И чтобы как наречил человек всякую душу, так было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым. Итак, мы видим, что человеку был дан язык не только для общения. Но человек через язык получил власть от Бога, которая является образом и подобием Божьим. И это сразу мы видим, как проявляется еще в том, что человек дает определение своей второй половине. То есть Адам называет свою жену, он дает ей имя и говорит, что она будет женщиной. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Это он дает определение. Ибо Диод 3.20 И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Мы видим, что Бог дал человеку власть, чтобы властвовать над землей. И мы видим, что человек использовал эту власть именно через свой язык, через этот орден. Силой Слова человек стал управлять землей. Это удивительные образы подобия, как Бог вложил в нас. Свой образ, свой образ, свое подобие, который Бог вложил в нас, в людей. Потому что именно Слово Бог созидал. Бытие 1.3. И сказал Бог, да будет свет. И был свет. Но через грехопадение человек впускает зло в свою жизнь. И вся его жизнь становится зараженной грехом. И ту власть, которую Бог дал человеку в слове Его, в честь язык, человек сам обращает против Бога. И мы это видим в построении Вавилонской башни. Именно с помощью языка, с помощью Слова, народ в объединении строит эту башню, которая является превозглашением против Бога. И как только Бог разделил ихнюю речь, то есть разделил их языки, так, чтобы они уже не могли понимать друг друга, они уже не продолжали строить. Как записано в Бытие, 11 глава, 7 по 9 стих. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано имя, Ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Но, несмотря на то, что Бог разделяет речь людей, так, чтобы люди не могли понимать друг друга, Бог не отнимает у человека ту власть, которую Он вложил в Слово, в язык человека. И за всю историю человечества мы видим, как человек созидает и разрушает. Делает добро и делает зло, проклинает и благословляет именно силой Своего Слова, именно Своим языком. То есть, той силой, которую Бог вложил в язык, в этот маленький, маленький невзрачный орган. Но, как вы знаете, наверное, Иисус Христос нам открыл, что язык не действует сам по себе. Вот что сказал Иисус Христос, как записано в Матфеи, 12.34. Ибо от избытка сердца говорит уста. Говорят уста. То есть, язык выносит на свет, во всеуслышание, то, что уже есть сердце. То есть, то, чем сердце уже наполнено. Но почему тогда, почему тогда именно язык человека стал таким неукротимым злом? Таким злом, который так много грешит, так много согрешает. Вот, как описывает в послании апостол Иаков, Иаков 3.8. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Человек может научиться сдерживать свои руки, свои ноги. Может стараться глаза и уши держать в чистоте. А язык свой держать сложнее всего в чистоте. Такое чувство, что как будто кто-то тянет за язык. Вроде не хотел сказать, а вылетел. Но неужели оно вылетает само по себе? Почему именно язык так сильно заражен грехом? Я уверен, что есть несколько причин для этого, но хотелось бы рассмотреть одну из причин. Смотрите, какую власть над телом человека Бог вложил именно в язык человека. Именно власть над всем телом. Иаков пишет в 3 глава 2.4. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удилы в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как они велики, как невелики они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем управляются, куда хочет коробчий. Смотрите, как Дух Святого здесь открывает, что язык имеет такую же власть над телом человека, как небольшой руль имеет над властью всего корабля. и так же, как небольшая уздечка имеет власть над всем телом коня. И это действительно так. Если человек говорит, я устал, он провозглашает это своим языком. И он действительно начинает чувствовать себя еще больше уставшим. если человек говорит, я болею, и человек может почувствовать, как болезнь прямо будет распространяться по всему телу. Именно потому, что Бог вложил такую власть в язык человека, сатана грехом через гребы, через грехопадение овладевает языком и соделывает его неукротимым злом. Иаков 3, 5, 6 Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь прекрасно неправдый. Язык в таком положении находится между членами наших, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Он очень постарался, чтобы заразить грехом именно тот орган, своим огнем, как написано, чтобы он был воспаляем от гиены. именно тот орган, которому подвластно все тело. Но опять-таки тот же вопрос. Неужели слово вылетает само по себе? Нет. Слово это просто воплощение мыслей. Все эти мысли, которые у нас есть, они приходят к нам от внутренних, можно так сказать, трех источников. В нас есть Дух, Душа и Плоть. И каждый из них требует свое. Посылая нам мысли, свои требования, свои желания, и требования. И плюс у нас есть еще два внешних источника мыслей. Это Бог и Сатана. Бог посылает нам мысли Духом и Своим Святым, который направляет нас к Нему. Направляет к чистоте, к правде, к святости. Оно противник Божий посылает нам мысли, которые толкают нас к греху, которые толкают нас в непослушание Бога. Вот и написано в притчах 23.7 потому, что каковы мысли в душе Его, таков и Он. То есть, какие в нас мысли, такие и есть. И все эти источники мысли имеют доступ именно к нашему языку, но через сердце. Теперь же самое главное. Все зависит от того, какие мысли мы принимаем, а какие нет. мысли они как птицы, которые пытаются приземлиться к нам на голову, чтобы там свить свое гнездо, чтобы там положить свои яйца, чтобы выросли птенцы. Мы это интересное сравнение видим в послании к Еремии 4.14. Господь говорит через пророка Иеремию к своему народу, к Иерусалиму. Смой злое сердце Твоего, Иерусалим, чтобы спастись Тебе, доколе будут гнездиться в Тебе злоречивые мысли. Господь спрашивает свой народ израильский, как долго еще эти мысли, которые выражаются в злоречии, которые выражаются в злословии, как долго они еще будут находиться в вашем сердце. Он спрашивает свой народ, как долго вы будете еще разрешать им оставаться и развивать их. Но когда мы были вне Христа, у нас выбора не было. Потому что живя во грехе, мы были в рабстве греха. Все было заражено грехом. Грехом, эгоизмом, себя любим. но теперь у нас есть выбор. Мы можем, как прежде, оставлять свои мысли в греховном состоянии. И тем самым все тело оставляет свое в рабстве греха. сражаться. Потому что мысли будут воплощаться в слова. А через слова они будут иметь власть над всем нашим телом. Но теперь во Христе мы можем сражаться. мы можем сражаться со всем, что приходит к нам и не соответствует Божьей святости. И об этом сражении мы учимся из Писания. Апостол Павел во 2-м Коринфляне 10-й главе пишет так. Ибо мы ходя во плоти не по плоти воинствуем. Орудия воинствования на воинствование наше не плотские, но сильные Богом на разрушение тверды. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение в остающие против познания Бога. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Конечно же, это война не физическая. Потому что как бы мы физически не пытались контролировать и связывать свой язык, он все равно будет изливать то, что в сердце. То, что попало в сердце через наши мысли. Поэтому мы должны бороться с мыслями. А это сфера духовного сражения. Итак, оружие, воинствование ваше, воинствование ваше, не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замысла. Каких твердынь? Те твердыни, которые утвердились в нас, в то время, когда мы были еще во грехе. В этом мире это сатанинские твердыни греха. Написано испровергаем замыслы. Замыслы это те самые птицы, которые умудрились свить свое гнездо у нас в голове и даже в нашем сердце. Дальше написано и всякое превозношение, выстающее против познания Божьего. Слово превозношение на греческом использовано слово упсума, которое переводится как высота, также гордость, надменность, а также барьер или преграда. То есть всякая человеческая гордость, унаследованная от сатаны, всякое себя любие и эгоизм, которые превозносятся над Богом, над правдой Божьей и не дают человеку познавать правду Божьей. пленяем всякое помышление в послушание Христу. Я еще раз зачитаю. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение тверды. Ими не спровергаем замыслы. и всякое превозношение восстающее против познания Христа. и всякое помышление и пленяем всякое помышление в послушание Христу. То есть все мысли, которые только появляются у нас, мы должны отдавать во власть, то есть послушание Христу. мы должны комитет к поведению Христа. То есть каждая мысль должна быть как бы отфильтрована через святость Божьей. И только те мысли, которые чисты, праведны, святы, они должны проходить дальше, то есть в наше сердце. И эти мысли уже будут потом воплощаться в слова. Неужели мы можем подумать у нашей мысли такой длительный путь, который она должна пройти, чтобы мы ее произнесли? Неужели каждая мысль попадает в сердце, а потом воплощается в слово? Да, так оно и есть, как сказал Иисус, ибо от избытка сердца говорят уста. Но у некоторых не существует фильтра. И поэтому выливается все, что попадает в сердце. Но лучше дать ответ после небольшой паузы, пропустив ответную мысль, пропустив ответную мысль через фильтр, святости и праведности Божьей. это лучше, чем выпалить все сразу то, что пришло на ум. А потом сожалеть, раскаиваться и просить прощения. Об этом, как ни странно, предупреждал Бог еще в Ветхом Завете через закон Моисея. Второзаконие 15.9. Берегитесь, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. нет? Может, там есть. То есть, Бог предупреждал, что мысли, они прежде всего попадают в сердце. а потом уже они выходят через наши устали, через наши слова. То есть, Бог говорит, фильтруй каждую свою мысль и пропуская в сердце только те мысли, которые соответственны Божьей правде. которые послушны Христу. Вы можете представить себе такой фильтр, который попадает все подряд. Он стоит между головой, мыслями и сердцем. И туда попадает все подряд, все мутное, все грязное с камнями. И все идет там, все не пропускает никакой неправды, не пропускает никакого зла, и поэтому в сердце попадает только чистое. Что-то кристально чистое только проходит в сердце, и поэтому будут сказаны только кристально чистые слова. Вот это и есть та война. которую пишет апостол Павел. Ибо мы, ходя во плоти, 2 Коринфян 10.3, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 2 Коринфян 10.3, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Это та война, которая происходит в нас каждый день. И как он пишет, оружие не плотские, но сильные Богом. без Бога это невозможно. Без Бога, без Бога, как бы мы ни пытались фильтровать наши мысли, у нас это не получится. Поэтому мы должны призывать Бога, чтобы Он входил в нас. Чтобы Он сковывал все мысли в послушание Христу. и его праведности. Как написано, пленяем всякое помышление в послушание Христу. Мы сильны только в Боге. И когда Он в нас, одержав победу над мыслями, мы будем ходить в полной победе. Потому что враг не будет иметь власти над нашим языком. А через язык он не будет иметь власть над нашим телом. Ибо все мы много согрешаем. кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Но не написано, что абсолютный, могущий обуздать все тело. если мы сможем держать мысли в чистоте и не пропускать зло в свое сердце, тогда мы сможем не согрешать в слове. Тогда мы сможем и все наше тело держать в победе над грехом. это та духовная война, которую мы можем выиграть, только находясь во Христе и не выходя из Него. Христос это наша победа как в слове, так и в деле. Аминь. Аминь.